День гордости аутичных людей Autistic Pride Day Придуманный в Америке Так что получилось, что этот киноклуб приурочен К определенной дате, к определенным акциям Это тоже такая акция, связанная с аутизмом И согласно статистике МОНС Около 10% людей в мире имеют тот или иной вид инвалидности И примерно 1% людей в мире имеет То или иной степень расстройства аутистического эффекта или аутизма То есть аутизм это одна из самых распространенных причин инвалидности в мире И поскольку все-таки клуб феминистский Я хотела сделать акцент именно на гендерные аспекты аутизма И как аутизм связан может быть с гендером, с женщинами и так далее И смотреть аутизм как пример того, как инвалидность или какое-то состояние физиологическое Может быть иметь гендерные аспекты Я заранее извиняюсь, я не знаю, насколько присутствующие знакомы с темой аутизма Знают ли они, что это такое или не знают Поэтому на том случае есть здесь люди, которые не знают Я немножко расскажу про то, что такое вообще аутизм А потом как можно рассмотреть его сквозь призму так называемой теории о модели инвалидности в обществе Это социологические теории по рассмотрению инвалидности вообще А потом я хочу привести примеры гендерных аспектов аутизма Я всего хочу привести 5 таких примеров То есть 5 аспектов, в которых можно аутизм рассматривать именно с феминистской или гендерной точки зрения Извиняюсь, я не профессиональный аектор и оратор Я надеюсь, вы будете ко мне слескотительны После того, как я перечислю эти 5 аспектов Я наконец-то даду вам посмотреть кино И наконец-таки заткнусь И вы сможете посмотреть кино Про самого, наверное, известного человека с аутизмом в мире Кто не знает, Темпл Грандин Он действительно, наверное, самый известный человек с депластированным аутизмом на сегодняшний день Она написала несколько биографий о своем опыте У нее есть успешная карьера И она, можно сказать, такой постчайлд Для успешного человека с аутизмом в обществе И при этом еще она и женщина И я думаю, этот фильм, я так поняла Последние встречи вашего киноклуба были связаны с какими-то тяжелыми, возможно, арт-фаустными фильмами Да? Нет? Да? Хорошо Ну, по-разному Этот фильм такой американский фильм из разряда Про героя, который преодолел и, несмотря на все, стало все зашибись То есть он такой, скорее, фильм для хорошего самочувствия Не очень такой претензиозный Ну, может быть, и такие фильмы имеют ценность И вы увидите, что там есть и гендерные аспекты этой истории Ну, естественно, поскольку это история о женщине И при том о женщине, о молодости этой женщины Которое пришлось на начало 60-х годов Когда с правами Когда про аутизм вообще ничего не знали в Америке А с правами женщин там тоже было Туже, чем сейчас Немножечко И немножечко был контекст похожий на книгу Бетти Фрейден Прежде чем говорить про аутизм Я хотела бы сказать, что аутизм как явление существовал всегда Кто-нибудь из присутствующих слышал про так называемых «диких детей»? Мауны То есть так называемых «диких детей» Кто-нибудь слышал, что это реальные случаи детей Находили в лесу, они не говорили И все считали Такие случаи впервые были зафиксированы в 18-19 веках И считали, что их выращивали волки, медведи и так далее Ну, современная наука считает, что маловероятно, что волки и медведи как-то внезапно ознакомились с судьбой детей И как-то выращивали в лесу А, скорее всего, описанные случаи отечавших детей Это просто были дети с аутизмом, скорее всего Которые потерялись Либо потому что они убегали из дома и потеряли сами Либо потому что их семьи отводили их в лес и там оставляли И если посмотреть описание Так называемых отечавших детей То там можно увидеть, что часто они еды были Дети без устной речи Со странно повторяющимся поведением И многие их характеристики подходили именно под аутизм И многие современные исследователи аутизма считают, что это первые исторические описания аутизма Которые из-за сенсационной направленности попали в литературу и сохранились И если посмотреть описание психиатров 18-19 века Можно увидеть в описаниях отдельных случаев описание людей с аутизмом Просто не было тогда такого понятия Оно появилось только в 20 веке Но я хочу, чтобы вы все поняли, что такое явление существовало всегда На протяжении всей истории человечества Просто оно как-то не оформлялось и не называлось определенным образом А если говорить про то, когда появился один Его описал впервые в 1943 году товарищ по имени Лео Каннер Немецкий психиатр, бежавший в США от фашизма Он быстро стал самым известным детским психиатром в США Самовостребованным Он действительно был во многом очень гениальным человеком Он впервые описал 11 детей, для которых он придумал отдельное название для их состояния Он назвал это ранний детский аутизм В наше время говорят просто аутизм Потому что стало понятно, что он не только детский Возрослого в опыте тоже сохраняется Несколько лет назад один журналист нашел одного из этих 11 детей Который ему сейчас уже под 90 И он проживает в Америке на пенсии И каждое воскресенье играет в гольф И много путешествует И все так же Но и долгое время он работал в кассирове в банке Так что важно понять, что хотя основные публикации, которые связаны с аутизмом Это была публикация про детей Мы говорим о расстройстве О определенном состоянии, которое сохраняется на протяжении всей человеческой жизни И из-за специфики исследования Очень большой фокус есть именно на том, что это детское расстройство Что, говоря о аутизме, сразу вызывает аутизм на детей На самом деле он сохраняется в большинстве в очереди на протяжении всей жизни Но это не очень понравилось Ничего, что я говорю про аутизм Очень понравилось Хорошо Если у вас есть какие-то вопросы или что-то непонятное, вы уточняете, пожалуйста И, возвращаясь к тематике этого киноклуба, я скажу, что это важный момент Один, я говорила, что Лео Ханнер описал, когда в фильме «Аутизм и детей» Он написал 11 примеров, и все они были мальчиками И какое-то время считалось, что у него в принципе его не бывает Одновременно с Канером австрийский врач, который работал в Австрии, примерно в том же году Описал несколько случаев того, что он назвал аутистической психопатией Ну, примерно он, в общем-то, описал то же самое расстройство Но Аспергер, австрийский врач Аспергер, он описывал детей, которых в наше время назвали бы более высокофункциональными То есть это в основном были дети, у которых была устная речь У которых был неплохой интеллектуальный уровень интеллектуальных навыков Но у которых при этом были очень большие сложности В основном в самодействии с другими людьми А в честь этого врача, ну и долгое время его работу игнорировали, потому что она была написана по-немецки Да и вообще в 43-м году не очень хорошо Кстати, сейчас есть теория, что когда он... А он описывал этих детей вот так примерно в серии В каждом гении есть немножко от аутизма Вот примерно так вот И сейчас его очень многие люди цитируют на эту тему Но сейчас есть теория, что на самом деле он сильно преувеличил, ну, преуменьшал проблемы этих детей И преувеличивал их там невероятную интеллектуальную мощность Потому что он писал в 43-м году в Австрии И понятно, что тогда делали с детьми, которые подозревали, что у них есть умственная осталость То есть его работа могла быть просто направлена на то, чтобы как-то подогнать под то, что эти дети жутко талантливые И вот пусть живут дальше Потому что, ну, понятно, в каких условиях он это делал И в честь Аспергера В 90-е годы психиатр из Великобритании И мама аутичной девушки Элорна Винг назвала синдром, так называемый синдром Аспергера Это форма аутизма, но которая не связана с интеллектуальными нарушениями То есть то, что называли умственной отсталостью И при которой люди могут свободно пользоваться устной речью относительно То есть если у человека нет серьезной задержки в речи И нет умственной отсталости, но при этом у него аутизма Это называется синдром Аспергера Хотя Аспергер было бы назвать это синдромом Горна Вингта Так как все-таки на самом деле ввела это понятие И описала его именно она И было это в 90-е годы, то есть не так уж давно И поскольку под аутизм попадало сразу же несколько расстройств Выделяли аутизм камера или просто аутизм То есть потяжелее, если говорить грубо Выделяли аутизм Аспергера То есть если говорить очень грубо, то полегче Все это называли расстройство аутистического спектра А если это было похоже на расстройство аутистического спектра Но было не очень понятно и не дотягивало То это называли атипичный аутизм или просто и коротко превозивное расстройство развития не уточнёт. Ну, американцы уже от этого отказались, у них своя диагностическая система для психиатров, и они просто вели понятие расстройства мутистического спектра, и туда вошли всё. То есть есть некий, скорее всего, ВОЗ последует за американцами, и у нас, поскольку мы пользуемся классификацией ВОЗ, тоже станет рано или поздно просто раз, расстройство аутистического спектра. Ну, сейчас у нас как-то говорят раз, и мы введу расстройство аутистического спектра, то есть их много. То есть есть некий спектр аутизма, люди в этом спектре могут иметь сильные нарушения, небольшие нарушения, сильные проблемы, проблемы полегче, разные уникальные сочетания проблем. То есть аутизм проявляется очень по-разному, поэтому говорим о большом спектре. Но в общем-то то, что какое-то состояние является таким спектральным, в этом нет ничего особенного. Практически все, что связано с психикой человека, представляет собой спектр. И все, что связано с работой мозга человека, представляет собой спектр. Есть у него в общем ДЦП, шизофрению, любую проблему. Там всегда есть люди, у которых относительно небольшие проблемы, есть люди, у которых тяжелые проблемы и тяжелая инвалидность. То есть тут ничего на самом деле такого странного нет. Просто важно запомнить такой момент, что все люди с аутизмом очень-очень разные. И нельзя судить об аутизме только по Temple Grandin или почему-то еще. Вот. Ну, то есть по одному примеру, об аутизме судить нельзя. И называться аутизм может немножко разными словами, но это все равно аутизм. Сказать про причины аутизма или не надо? Да. Хорошо. Я прав. Причина аутизма неизвестна. Ну, на самом деле, это не совсем так. Есть, например, состояния, при которых аутизм встречается часто. То есть синдромы, которые в том числе могут привести к аутизму наряду с кучей других вещей. Например, туберозный склероз, есть такой врожденный синдром, или синдром галпий-хромосомы Х. Они часто связаны с аутизмом. Если он не связан с каким-то глобальным синдромом, то он сможет иметь генетические причины. Конечно, это доказано. И в данный момент открыто около двух шуток генетических вариаций, которые могут вызвать аутизм. То есть аутизм – это одно название для чего-то, что может иметь очень много разных причин. Также развитие аутизма могут способствовать разные факторы внешней среды, но они все действуют во время беременности еще. То есть из известных факторов это, например, инфекции во время беременности, некоторые препараты во время беременности, возраст отца. Ну, естественно, мы говорим о факторах, которые повышают риск аутизма. То есть их очень много, и они все только повышают риск. И, судя по всему, аутизм – это состояние, которое возникает вследствие сочетания генетической предрасположенности из одного из какого-то там кучи генов и факторов окружающей среды. Но это состояние, оно является врожденным, и оно связано с особенностями работы головного мозга. То есть это не какая-то психологическая проблема, это не что-то, что можно проработать. И это особенности строения головного мозга у человека, которые вот такие есть, а не такие у него есть. Нет какого-то конкретного дела в мозге, который, грубо говоря, отвечает за аутизм, но аутизм называется, судя по всему, особенностями связи в мозгу. То есть известно, что у детей с аутизмом, сейчас уже есть методики, чтобы это определить, у них связи между отделами головного мозга, как бы сказать, избыточные. То есть их слишком много, и из-за этого мозгу сложно координироваться, и сложно, судя по всему, координировать и объединять социальную информацию из разных источников. И это нарушает восприятие социальной информации из окружающего мира. Она это и может быть уменять. Ну, это очень грубое объяснение. Я просто надеюсь, что никто из вас меня, или физиолог, меня не убьет, но очень грубо и приблизительно, и это звучит примерно так. То есть это состояние, которое связано с особенностями развития связи в головном мозгу, она врожденная, и, в общем-то, предотвратить это состояние, или как-то его избежать, или предсказать, у кого она будет невозможна. В каждой семье может родиться ребенок с аутизмом, у каждого человека, ненависимо от происхождения, национальности и прочего, может быть, аутизм, и так далее. Но с Полом там немножко сложнее, вот к Полу я еще вернусь потом. После того, как Каннер описал аутизм, он это сделал очень хорошо, ну, до того времени, я не считаю, что он был первым, кто это сделал. И очень много вещей он чисто интуитивно понял тогда правильно, но, к сожалению, после работы Каннера произошел большой коллапс в работах, влечение из-за аутизма. Это было связано с тем, что тогда доминирующим направлением в психиатрии был психоанализ. Все и всех очень сильно, я не знаю, может быть, тут сидят психоаналитики, они обидятся. Нет? Психоанализ того времени, это же совсем не то, что психоанализ сейчас, так что я думаю, хорошо, хорошо, я всегда буду, на феминистских собраниях всегда могут сидеть психоаналитики, поэтому я не это беспокоил. Ну, или люди любящие, интересующиеся психоанализм, потому что именно психоаналитики, психоаналитики, вот. И, к сожалению, из-за доминированной красной концепции, в том числе психоанализа, аутизм долгое время путался с шизофренией, с детскими психозами, их называли, то есть у нас психиатры российские, они до сих пор верят, что аутизм – это форма шизофрении, они ошибаются, но это связано с особенностями российской психиатрии, когда она фактически в этом моменте, она застряла в 80-х годах, причем даже не в каких-то очень отечественных 80-х годах, российская психиатрия застряла в зарубежных 80-х годах, то есть она фактически принимает зарубежные теории, но только от 60-х годов до 80-х годов, где-то так, поэтому, ну, еще не очень накоминала, ну, я не говорю, что не говорю для всех отечественных психиатров, среди них тоже появляются люди, знающие английский язык, ну, что есть, что есть, потому что вот это вот про то, что аутизм – это форма шизофрении, это вот просто, ну, нет, это неиступимая вот тоже позиция, извините, если я отвлекаюсь, вот. Так, кратко про то, что же такое аутизм. Не выдаваясь в подробности, аутизм – это состояние, у которого есть три составляющих. Во-первых, это нарушение коммуникации. В первую очередь, это нарушение способности к речи. У большинства людей с аутизмом способность к речи вкусной речи хуже, чем способность к пониманию речи, например. Хотя с пониманием речи тоже, людей с аутизмом, как правило, есть проблемы, им сложно воспринимать информацию вкусную на судно. Примерно 30% людей с аутизмом, к сожалению, на данный момент вообще не говорят. Совсем. Они могут, правда, использовать различные альтернативные виды коммуникации. Например, они могут пользоваться изображениями. Есть специальная система ПЕКС, которая позволяет людям общаться с помощью обмена изображениями. Они могут использоваться жестами из жестового языка. Все, все, полетки. Они также могут использовать различные приложения во всяких устройствах. Например, там, когда можно нажимать на изображение, и исключить какую-то речь. Но это не очень подробные виды коммуникации. И на данный момент просто ведутся исследования и пытаются найти то, что поможет людям все-таки лучше и активнее коммуницировать при любой форме аутизма. И это очень важная проблема. Примерно 20-30% людей с аутизмом говорят, ну, как сказать, хорошо. Как хорошо могут изъяснять сложные мысли с помощью предложений. То есть фактически говорят нормально. У них, правда, могут быть все равно какие-то особенности в речи. Например, им бывает сложно поддерживать диалог. Например, понимать, когда очередь говорить в диалоге. Может быть сложно понять смысловые надстройки в речи, идиомы, поговорки, сарказмы, иронию. И особенно в живой непосредственной речи есть склонность воспринимать все буквально. И не видеть. Ну, один мой знакомый мальчик с аутизмом, да, он раздет чашку, ему сказали, ну, ты молодец. Он взял другую чашку и уже раздел. Ну, если эта женщина хочет, чтобы я бил чашки, я в арху. Ну, это просто не потому что вредная, а потому что он буквально воспринимает. Так, с этим примерно понятно? Второе проявление аутизма – это сложности социального взаимодействия. Собственно, именно сложности социального взаимодействия – это ключевое определение аутизма. Именно проблемы с социальным взаимодействием. И многие ученые, они даже не отделяют проблемы коммуникации, социального взаимодействия, говорят, что это проблема социальной коммуникации. Например, есть дети с аутизмом, которые говорят слова, но могут называть окружающие предметы, но они при этом не используют эти слова для общения с другими людьми. То есть у них проблема не в том, чтобы произносить слова, а именно в том, что они понимают, как это использовать для взаимодействия с другим человеком. Но очень важный момент – это не значит, что если у человека раз, то обязательно он не хочет общаться. Или не нуждается в общении, или не нуждается в внимании других людей. Или, как вот часто поэтически описывают, заперт в своем внутреннем мире и отгородился от всех. Но это, естественно, не так. Потребность социального общения у аутичных людей может быть разная, но она может быть очень высокая. Другое дело, что аутичному человеку может быть сложно понять, как общаться, как ассенциировать общение. И это может приводить, например, у подростков, у взрослых людей с аутизмом к очень тяжелым депрессиям и очень большой социальной изоляции. Именно потому, что у человека есть ограничения в том, как общаться с окружающим. Это понятен момент. И третий аспект аутизма – это так называемое стремление, то, что Канн называл, стремление к однообразию. То есть это потребность к однообразию, и это выливается, во-первых, в трудности с переменами, с неожиданными, непривычными ситуациями. Поэтому аутичным людям бывает очень сложно адаптироваться к новой ситуации, незнакомой для них, к новым людям. Часто любые малейшие изменения в распорядке дня аутичного человека вызывают очень сильные переживания, нервные срывы и так далее. Потому что для аутичного человека очень важна структура в окружающем мире. Окружающий мир при этом воспринимается как такой абсолютно хаотичный и непредсказуемый в той или иной степени. Поэтому и возникает такое стремление к определенной ручине и способность успокаиваться от рутины. Но, кстати, это может иметь, например, и свои плюсы. Например, люди с более высокофункциональным аутиством очень часто, очень хорошо выполняют работу, которой нужно рутинно выполнять что-то снова и снова. Потому что на самом деле не аутичные люди, они очень быстро устают. Я слышала. В общем, мне рассказано, что не аутичные люди очень быстро устают, если они что-то делают снова и снова каждый день. Не аутичные люди, а аутичные люди не устают от этого. Их, наоборот, это, как правило, успокаивает. Это может быть плюсом в целом ряда человеческой деятельности. И также у людей с аутизмом часто возникают так называемые повторяющиеся движения. Это одно или повторяющиеся действия. Это действия, которые человек повторяет в новой снов, потому что его это успокаивает. Есть это движение, то это движения, которые не имеют определенной цели. Ну, например, давайте с этим примером. Некоторые аутичные люди могут раскачиваться или делать вот такой вот жест, очень распространенный. Вот если видите, как кто-то так делает, ну не сто процентов, но большая вероятность, что это аутичный человек. Эти действия, они помогают человеку регулировать свое внутреннее состояние и успокаиваться. В общем, социальная коммуникация и стремление к однопразию, включая повторяющиеся действия. Это и есть в месте аутизма. Понятно? Хорошо. Я вас не болтала? Хорошо. У меня очень много времени, так что... А еще у людей с аутизмом, как правило, есть так называемые сенсорные проблемы. Им сложно объединять информацию из различных органов чувств. Поэтому и могут выводить из себя какие-то звуки, шумы. Большинство аутичных людей... Ну, я говорю большинство, я еще не встречала тех, кому это просто. Но большинство аутичных людей сложно находиться в шумных местах, для немного других людей. Это вызывает так называемое состояние сенсорной перегрузки. Очень тяжелое. Почему? Потому что у аутичного человека мозг воспринимает информацию с равной степенью интенсивности. То есть, если, например, вот звук от этого устройства, проектора, да, звук какой-то там, звук от сидений и там освещения, они воспринимаются вами, например, как просто фон, вы их не воспринимаете, то мозг аутичного человека воспринимает все примерно так. Это важно, это важно, это важно, это очень важно. Ну, несознательно, он так обрабатывает эту информацию. И у многих при этом с аутизмом реально возникает состояние сенсорной перегрузки от разных вещей, кто-то очень чувствительный, от некоторых запахов, кто-то шуму. Некоторые люди с аутизмом недостаточно чувствительны. То есть, они плохо, например, воспринимают запахи и звуки наоборот. То есть, есть проблема с обработкой сигналов из окружающей среды, и это большая, ну, вот такая, да. Я забыла, а если человек, он понимает, что, ну, они же все понимают, то есть, человек понимает, что у него случаются нервные состояния, да, а вокруг да очень много объекта внимания, он же это понимает, то есть, он может это контролировать, это невозможно? Нет, это невозможно контролировать, это возникает состояние само по себе, можно только, например, понимать, что если он пойдет туда, где шумно и нелюдно, то ему, скорее всего, будет там голова. Да, но не очень хорошо, да. Он, это же как... Что с ними происходит, и учиться как-то с этим жить, как-то это контролировать. Например, в шумных местах некоторые аутичные люди, дети и взрослые, носят противошумные наушники, так называемые, если вы видите, они такие большие. Наушники, они не с музыкой, они для шумных производств. То есть, и люди ищут способы, или им помогают люди, которые о них заботятся, искать способы для контролирования своего состояния. Но проблема при аутизме... Проблема в том, что проблем при аутизме очень много возникает. И я назвала там просто некоторые, то есть, вот, например, у человека проблема с повышенной чувствительностью. Но если бы у него просто была повышенная чувствительность, есть люди без всякого аутизма с повышенной сенсорной чувствительностью, которым в шумном месте станет жутко плохо. Ну, есть такие люди, особенность их нервной системы. Но при этом у этого человека и нет проблем с коммуникацией с другими людьми, нет проблем с как бы сказать кого-то, знаешь, что-то плохо, нет проблем, чтобы объяснить, понять свое состояние. А у многих аутизмических людей в этом проблемы. Нет проблем с тем, чтобы проанализировать свое состояние, и понять, что нет проблем, чтобы поговорить о своем состоянии с другими людьми. То есть, понимаете, из-за такого сочетания разных проблем человек попадает очень часто в не очень хорошую ситуацию. Именно потому, что аутизм – это комплексное расстройство. Как-то стало яснее, нет? Поэтому я возвращаюсь к началу. Люди с аутизмом очень разные. И проблемы часто бывают комплексные. И у них нет простого решения. И, как правило, решения при жизни с аутизмом, они очень индивидуальны. Поэтому я просто боюсь, что я что-нибудь такое ляпну сейчас за 15 лет, а вот из-за того, что я ляпнула, коим-нибудь, да, всем людям с аутизмом нужно носить наушники противошумные. Ну, и все-таки так. И сенсорные проблемы, они просто вот... И люди часто на них заоставляют внимание, потому что, мне кажется, они в какой-то степени больше для всех понятны. То есть люди думают, ага, значит, для него там трудно, когда громко. Ну, ладно. Ну, это можно как-то понять и под это подстроиться. То есть... На самом деле, при аутизме есть и познавательные могут быть трудности, и когнитивные, только когнитивные познавательные трудности, и могут быть и коммуникативные трудности, они по определению есть, и социальные проблемы, то есть их много. Есть еще, например, проблемы с исполнительной функцией, то есть проблема с тем, что как планировать... Есть у очень многих аутичных людей проблема с планированием собственных действий. Иногда аутичному человеку сложно выполнить какие-то простые действия, если они для него непривычные. И это, вот, проведем на вашем примере, тоже осложняет на него выход из ситуации. Это за гентер. Гентер, да. Извините, извините. И давайте перейдем к гентеру. Сейчас я могу говорить про гентер, вы меня извините. Если говорить про гентер, то в плане аутизма с гентером все они довольно сложно. Во-первых, аутизм в первую очередь касается мужчин, а не женщин. По самой продвинутой статистике на четыре случая аутизма у мальчиков приходится только один случай аутизма у девочек. То есть почему это происходит до конца непонятно. Судя по всему, это доминирующая гипотеза на данный момент, хотя она просто гипотеза, еще не подтвержденная, в организме девочек есть какие-то биологические факторы, которые в какой-то степени защищают от аутизма. Как я говорила, первые исследования велись вообще только на мальчиках и считалось, что аутизм бывает только у мальчиков. Потом внезапно всплыли и какие-то еще девочки. А он при основном рождении проявляется у него? Или он постепенно? Он проявляется простепенно, но сейчас уже можно заметить, ну, по крайней мере, риск аутизма можно заметить у ребенка в году к двум. Почему только в году к двум? Потому что, ну, это тот возраст, когда, собственно, появляется речь. Появляется речь и более сложные формы взаимодействия с другими людьми. То есть обычно, когда ребенок не лепечет, например, у него не появляется в году первых слов, у него не появляется фразовая речь к двум годам, у него... он не использует жесты, например, указательные жесты, чтобы сказать, показать, что он чему-то хочет, он не обращает внимания на то же, на что обращает внимание взрослый и пытается привлечь внимание взрослого, типа, вот на что-то посмотри. И другие такие моменты. Это говорит... Ну, это не говорит, конечно, о том, что это именно аутизм, но это говорит о том, что есть риск того, что это аутизм, и это полотно дальнейшее обследование. Но я говорила, что аутизм – это врожденное состояние, но просто поскольку аутизму определяют не по каким-то там анализам крови, не по чертам лица и так далее, а по поведению, то определяют его только в том возрасте, когда появляется уже довольно сложное коммуникативное и социальное поведение. Так? Гендер. Раньше вообще говорили, что аутизм, соотношение мальчиков и девочек с аутизмом – это 10 к 1, а 10 мальчиков – 1 девочка. Сейчас уже снизили до 4 к 1. Но тут интересно, если с более тяжелыми формами аутизма мальчиков и девочек 4 к 1 точно, 3 к 1 может быть, то с более легкими формами аутизма там начинается разброс 10-20 к 1. Мало вероятно, что это разброс реальный. И сейчас существует такая теория, что девочек очень сильно недодиагностируют. То есть, вообще, у нас в стране, например, недодиагностируют вообще все. У нас есть российские регионы, где 10 случаев аутизма на весь регион, и там все хорошо, и нет никакого аутизма. То есть 4 случая. Вот. Поэтому у нас топовальная недодиагностика. Но, в принципе, есть такая тенденция, что девочек с аутизмом, особенно девочек с синдромом Асбергера, недодиагностируют очень сильно. С чем это связано? А именно с тем, что практически все исследования аутизма до недавнего момента практически все исследования почти на 100% велись на 100% среди мальчиков. То есть исследования аутизма, которых до недавних лет вообще было год на пару, на самом деле, не доизученная область, только сейчас они на Западе начали очень активно вестись и стали такой топовой областью, но выяснилось, что вся эта топовая область изучала только мальчиков, только мужчин. А что это значит? Это значит, что диагностические инструменты разрабатываются, инструменты для диагностики аутизма, то есть тесты, опросники и так далее, они разрабатывались только на мальчиках или только на мужчинах. Соответственно, у них есть предвзятость в сторону методиагностики среди девочек. И это очень важная такая первая проблема, что девочек методиагностированы, они часто не получают методиагностированы из-за вот такой предвзятости в исследовании. Кроме того, про девочек с аутизмом в результате очень мало что известно. Если есть какие-то биологические факторы, которые могут уменьшить вероятность, что у девочки разорвется аутизм, какие-то биологические факторы могут повлиять и на то, как аутизм будет проявляться. Это логичное предположение. Но в реальности исследований аутизма среди девочек практически до сих пор нет. Только последние два года начали появляться первые исследования, которые решили заострить внимание именно на девочках и женщинах. То есть есть вот такая проблема. Кроме того, первые эти исследования уже показали, что девочки действительно могут отличаться. у девочек, например, меньше ограниченные и ограниченные интересы, характерные для мальчиков. И у девочек чаще бывает депрессия, тревожные расстройства. Но они, в принципе, у девочек чаще бывают. Более того, есть еще факторы предвзятости самих врачей и диагностов. Как мы все знаем, мужчины и женщины воспринимают в обществе по-разному. И мне бы хотелось провести какие-то исследования о том, как это разное восприятие влияет на это восприятие аутизм мальчиков и девочек. Но я этого не могу сделать, потому что никто не задавался этим еще вопросом. И если говорить о предвзятости специалистов, то она в отношении аутичных детей и вообще детей с инвалидностью на самом деле существует, и она очень большая. Когда я проходила обучение по обучению детей с аутизмом, ну, время от времени я слышала вещи там, когда вы тестируете ребенка, обязательно посмотрите, чтобы и вы не давали ему игрушки, не соответствующие его полу. И вообще есть такой известный социальный феномен, исследовался, правда, не научить на детях, а на детях другими видами инвалидности, когда взрослые имеют дело, ну, вы знаете, что взрослые, они скромно так, как это, гендеризировать детей, типа, ты же мальчик, ты же девочка, она такая девочка-девочка, он такой мальчик-мальчик и так далее. То есть, когда взрослые имеют дело с детьми с инвалидностью, они гендеризируют еще легнее. То есть, им как бы еще становится важнее заметить что-то соответствующее их гендеру. Вот, он взял машинку, потому что он мальчик, ну, в отношении там ребенка с особенностями развития. То есть, это и становится еще более выражено, то есть, я не знаю, чем это связано, возможно, это такой способ нормализировать ребенка с инвалидностью, но вот эта гендеризация, она бывает еще более выражена. А вообще, во Викобритании живет чудесный человек Саймон Барон Коэн, которого вы, возможно, знаете, а, возможно, вы знаете его родственника близкого, он его зовут Саша Барон Коэн. Вот этот Саймон Барон Коэн, в отличие от Саши, занимается полной ерундой, и у него очень любят писать про теории мужского и женского мозга, и еще он занимается исследованием аутизма, и у него есть такая теория, что причина аутизма в том, что мозг становится чрезмерно мужским. Вот когда у человека совсем-совсем мужской, вот есть может мужской, а вот есть женский, а вот если может совсем мужской, то это аутизм. Я не шучу. Человек книги про это написал. Монографии статьи. Male Brain Theory. Extreme Male Brain Theory. Все серьезно. И даже подвигал, что, наверное, аутизм вызывается безмерным контактом с тестостероном в утопе. Но это, естественно, не подтвердилось. То есть все объяснил. И разум среди мальчиков и девочек, но у них и тестостерона побольше. До сих пор практикует, считается уважаемым исследователем. Это не фрик в области аутизма. Так что гендеризация со стороны специалистов, не знаю, если такое слово, она очень существует и очень сильно выражена. А дальше я говорила, можно я закончу? Еще пять минут, да? Вы мне зададите еще пять минут. Я говорила, что был откат последовательных с аутизмом, в том числе в связи с доминированием психоанализа. Лучше я сейчас говорила про аутичных людей, женщин и аутичных мужчин, но аутизм, он влияет не только на тех людей, которые непосредственно с аутизмом, но на тех людей, которые рядом с ними. И во время достоинства психоанализа он влиял в первую очередь на их матери, в том плане, что психоаналитики, в том числе такой нехороший человек Бруно Беттельгейм, который писал в книжке про то, как он любит детей, а по свидетельствам его аспирантов он их дубасил у себя в клинике. Вот этот Бруно Беттельгейм выдвинул теорию, так называемую теорию матери холодильника. Согласно его теории, аутизм у детей произникает из-за того, что их мама их неправильно любит, а то и вообще работают не дома. Звери такие. И вот чувствуя холодную вот эту маму в холодильник, ребенок недомогленный впадает в аутизм. И реально эта теория господствовала несколько десятков лет в такой стране, как Франция, где очень большое засилие психоанализа она до сих пор вполне себе считается инвалидной. И людям, которые сталкивались с инвалидностью ребенка, но в некоторых случаях с очень тяжелой инвалидностью, они еще сталкивались с тем, что специалисты обменяли их в том, что они плохие родители. А понятно, что когда мы говорим про плохие родители, в первую очередь это, естественно, указывали на матерей и говорили матерям, что они были неправильными. И это продолжалось десятилетиями, и до сих пор живут женщины, которым это все говорили и которых это как бы порушило всю жизнь. И которые чувствовали реальное чувство вины, потому что именно специалист сказал, что я превратила ребенка в аутиста, значит так и есть. В наше время, хотя Бетельгейм на русском издается уже, по-моему, раз пятый, выдерживает кучу изданий, но нет никакой амбипсихолог откроет для себя Бетельгейма, почитает и начнет втирать. О, вы знаете, аутист, кто на самом деле еще может чем вызваться? Хотя есть много интересной теории. То и дело. Возникает призрак Бетельгейма и фрейдийского анализа его Пашиба, хотя Бетельгейм даже не имел образования психоаналитикой. Он говорил, что он ученик Фрейда, потому что он просто врал. Ну вот, какой был человек? Не особо хороший. Еще сексуально добывался у студентов, но внес огромный вклад в кавычках в истории аутизма. И в наше время это все-таки не доминирующая теория. Если мы не говорим про Францию, то практически нигде. Только иногда какой-нибудь сайс-фрик начинает ее лоббировать. То есть она иногда и иногда всплывает, но есть альтернативные теории, есть альтернативные подходы, поскольку в основном аутизм сейчас додиагностируется именно у детей. И если платят на какую-нибудь терапию аутизма то именно родители, то естественно, вытягивать деньги из родителей под предлогом того, что я думаю, что у вас правильно любить ребенка, когда вы его не так любите, невыгодно, поэтому эта теория не живет. Но она в каком-то смысле продолжает существовать, потому что существует так называемая проблема сильного давления на матерей, сильного давления на родителей в принципе, но как правило все-таки на матерей. Есть такие установки в обществе о том, что мать всегда на сто процентов контролирует ребенка. Какого ребенка и как он себя ведет это на сто процентов результат воспитания матери. Очень сильно чувствуют себя матери стигматизированными, если у них есть проблемы с поведением ребенка в общественных местах или ребенок может вести себя как-то странно. Многие говорят, что есть очень сильное давление, пробовать дорогие, очень часто какие-то совершенно безумные, ничем не оправданные методы лечения, потому что надо же попробовать все. Надо сделать все. И когда я говорю странные методы лечения, то там реально бывает совсем треш-лугар, там подсаживают листов, кладут в прокамеру, то есть там, про камеру, то есть там, чего только не делают. руки накладывают, это аксессорикой, это остеопатией, то есть это просто такое золотое дно. И во многом это золотое дно кормится именно с чувства вины родителей, в том числе с матерей. при этом, поскольку мы говорим о, особенно в нашей стране, о недостаточной системе помощи, поддержки, и очень часто об отсутствии возможности отдать ребенка в детский сад, или даже в школу, детей не принимают ни туда, ни туда. Основное время по уходу, естественно, ложится в первую очередь на матерей. И не только на матерей, на особо тоже в некоторых случаях, но чаще всего на матерей. И что это обычно значит? Это значит, что мама, например, вынуждена не работать, или она становится более зависимой от супруга, или от партнера, или она вынуждена выбирать между работой и карьерой тем, чтобы отдать ребенка ватернат и в ад, и просто от него отказаться. И это приводит к очень большому обнищанию, очень часто, потому что на пенсию по реанвалидности ребенка не проживешь особо, а очень часто это становится в некоторых случаях единственным источником дохода. Поскольку аутизм проявляется по-разному, может приводить в том числе к тяжелым поведенческим проблемам, сам уход за ребенком часто становится очень большой нагрузкой, а поскольку наутизм такого ребенка могут не соответствовать возрасту, то это как-то нагрузка, которая не уменьшается очень часто, и без адекватной помощи, без адекватной поддержки ребенку вся семья, и особенно матери, очень часто оказываются в заложниках ситуации, когда они буквально надрываются. И это, ну, прямо очень тяжелая ситуация для многих, поэтому, и, ну, я думаю, вы согласитесь, что она полностью, в общем-то, гендерный аспект, потому что она связана и установкой на то, что ребенок на 100% ответственность матери, и если что-то не так, то это она что-то не доделала, а если она там не спит уже второй месяц, это ее личные проблемы, про не спит уже второй месяц, это не про увеличение, есть такие серии, где второй месяц мама не спится, потому что иногда при аутизме ребенок не спит, почти совсем. И установка на то, что ребенок, это первая очередь, ответственность матери, все проблемы решает именно она, она должна быть мамой, героиней, ну, и большинство женщин именно пытаются быть и мамами, и героиней, и так далее, но у всех разные ситуации, и не у всех хватает просто элементарных каких-то сил. Извините, нормально, это важный вопрос. И последний момент, я включала пять гендерных аспектов, рассказала три, диагностика, неисследовательность девочек и их потребностей, проблемы матерей, аутичных детей, и напоследок я хотела сказать, что еще гендерный аспект, это, о котором практически не говорят, о котором невозможно говорить в нашей стране по многим причинам, я думаю, ну, по крайней мере, более-менее публично, это высокий процент ЛГБТ среди аутичных людей, но имеется в виду высокофункциональных людей с достаточно высокими интеллектуальными и прочими навыками. По некоторым исследованиям, он выше, чем среди не аутичных людей, но эта тема очень табуированная. И, например, людей с гендерными аспорией, людей с расстройствами аутистического спектра в десять раз больше, ну, то есть не один процент, а десять процентов. И это очень большая разница, но поскольку и то, и другое состояние являются очень сегматизированными, то в большинстве случаев предпочитают говорить либо про одно, либо про другое. Издательные потребности ЛГБТ, людей с аутизмом как таковы, они оказываются, как вам надо сказать, в окружении полного табу. Потому что об аутизме, как правило, говорят сейчас в обществе благотворительных позиций, типа, поможем бедным аутичным деткам. И эти, как правило, месседжи направлены на очень широкую аудиторию, и поэтому в нее не будут включать истории по ЛГБТ, аутичных людей и так далее. И, соответственно, это очень тоже большая проблема. Нет никаких подражений? Ничего? Хорошо. И последний вопрос – это очень большая подверженность насилию аутичных людей. Люди, которые часто не могут коммуницировать, не могут использовать речь. Люди, даже если не могут использовать речь, часто отличаются очень высокой социальной наивностью, очень низким социальным опытом. Естественно, они являются очень большой мишенью для насилия. Если говорить про исследование детей с особенностями нарушениями развития в целом, то эта группа считается самой большой группой, подверженной сексуальному насилию вообще, как таковой. И если мы говорим про аутичных, девушек и женщин, то уровень сексуального насилия тут очень высок. Это высокий уровень сексуального насилия и любого другого насилия в так называемых закрытых учреждениях. И есть насилие сексуальное и над мужчинами, и женщинами. В нашей стране это так называемые психоэкологические интернаты. Ну, ПНИ. И в них очень может быть высокий уровень насилия, именно потому что там не будут на это привлекать внимание. Чаще всего это насилие со стороны. И отношение к женщине это может быть насилие персонала. И если насилие над мужчинами, это может быть насилие со стороны других пациентов или проживающих чаще всего. И взглядований на эту тему очень мало, но насилие над аутичными людьми и в виде школьной травмы, и так называемое, это специально для аутичных людей было введено понятие насилие друзей. То есть когда насилие, иногда в каких-то реально сюрреалистичных и жутких формах осуществляется людьми, которых человек считает своими друзьями. То есть очень часто история, что аутичный подросток, мальчик или девочка с кем-то дружит, и эти друзья измываются как только могут. И если говорить про аутичных девочек и женщин, то, естественно, склонные к насилию люди рассматривают их как очень легкую добычу очень часто, и могут выбирать в качестве мишени для сексуального насилия, сексуализированного насилия и так далее. В форме ли отношений или иначе, ну это как-то так, это очень важно. Потому что они не понимают, что с ними происходит, они не понимают, что это насилие, поэтому они не могут и рассказывать. Ну а насилие в принципе мало кто кому рассказывает, но если у человека маленький социальный опыт, или есть проблемы с социальным окружением, или нет друзей, в принципе легко попадет в зависимость, его легко в чем-то убить, на что-то, грубо говоря, развести, легче запугать. То есть, ну по разным причинам, но мы говорим о состоянии, которое влияет на социальное окружение, и на то, как хорошо человек может выстраивать отношения с другими людьми, если любые проблемы в этой области сделают его более подверженным любым манипуляциям, в том числе с целью осуществления насилия над этим человеком. Я не слышала какие-то исследования на данную тему среди именно аутичных женщин, но если поговорить с народом, то там истории будут много, и они обычно очень страшные. И на этой очень веселой ноте, извините, я думаю, мы можем посмотреть кино, если у вас есть какие-то вопросы, то я отвечу еще. Ну я думаю, что если у вас будет время, то можно еще по ходу обсуждения после фильма. Да, давайте первое время посмотрим добрый душевный фильм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова